Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Одним из самых интересных и малоисследованных приемов игры в Миттельшпиле является позиционная жертва Ферзя. Когда Ферзя отдают за ладью и легкую фигуру, либо вообще за две легкие фигуры, это производит исключительное эстетическое впечатление. Все мы с вами, конечно, хорошо помним партию Нижмеддинова против Черникова, где он отдал Ферзя за слона и коня и эффектно победил. Конечно, все мы хотим побеждать в таком стиле, но и вот сегодня я вам покажу одну из своих партий. Это, конечно, совсем не жертва Рашида Гебятовича Нижмеддинова, но тоже весьма интересный и любопытный поединок, в котором мне удалось пожертвовать Ферзя позиционно в Миттельшпиле. Моим соперником на ческом был довольно сильный шахматист, в принципе, ничего экстраординарного, но вот рейтинг за 2.300 тоже, в принципе, ничего себе. Это, кажется, бельгиец, ну и здесь я играл черный. Он пошел Д4, я Д5, далее слон Ф4. Получается у нас лондонская система, очень модная схема. Е6, слон Ж3, ну так заранее слоном отошел, хотя чаще тут Аш3 ходят. Ну, пока коня на Ф3 нету, в принципе, и Аш3 ходить не обязательно. Слон Д6, конь Ф3, рокировка, далее слон Д3, Б6, я так вот всегда вывожу слона на поле А6, но мой соперник заранее ставит Ферзя на Е2, и я ограничиваюсь ходом слон Б7. Далее конь БД2, ну и такой упрямый ход Ферзь С8, может быть, не самое лучшее решение, но вот таким образом я пытаюсь все-таки разменять слонов. Ну, идея из системы каменная стена гаванской защиты, так белые обычно слонов на А3 меняют. Ну, тут можно было еще и А5 пойти с идеей подключить ладью к защите поля А6, но дальше белые играют конь Е5, конь БД7 и Ф4. Интересный такой ход, то есть здесь фактически в стиле варианта Пильсбери коня на Е5 поставили, расположили вот так пешки, правда этим недоволен чернопольный слон, но, видимо, он переживет. С5 играют черные, далее С3, имею ввиду защититься от С5, С4, но в этой позиции, видимо, все-таки лучше было сыграть конь Е4, покуда дают, то есть дальше пойти Ф5, ну, такой двойной становаль получается. Но черные сыграли А5, и далее на ход слон С2 следует слон А6, Ферзь Ф3. Белые фигуры разбежались с диагонали А6, Ф1, и тут пока господствует мой слон, но идея белых заключалась в том, что они хотят атаковать на кордевском фланге, пока не делая рокировку. С, Д сыграли черные, и здесь соперник побил, конечно же, ЕД. Далее Ферзь С7, слон Ф2, идея хода состоит в том, чтобы дать дорогу пешке, ну и дальше на Ж5 прогоняя коня. В Б5 играют черные в противовес на Ферзьевом фланге, и ладья С1. Ладья АС8, слон Е3, ну и в этой ситуации я как раз вот задумал пожертвовать Ферзя. Сыграл Б4. Конечно, мой соперник очень быстро побил, и надеялся на то, что я побью на Б4 слоном или пешкой, ну и дальше, конечно, он сыграет слон Х7. Я заберу, он заберет вот здесь, потом забрали. Я так немножко эту позицию посмотрел, здесь у черных все-таки есть определенная компенсация, но не такая, как в партии. А в партии я сразу побил на С2, то есть вот такая тоже упрямая идея. Ферзь сначала стал на линию С через С8, но тут я его просто жертвую. То есть в чем смысл вот этой жертвы? Прежде всего, необустроенное положение белого короля, то есть он не может сейчас сделать рокировку, тут очень сильный белопольный слон и отсутствие, соответственно, белопольного слона у белых, ну а также угроза ладья С1. Ладья на Х1 подвисает, все это делает компенсацию черных более чем достаточной. Ну и дальше мой соперник побил на Д7, то есть может быть он думал, что я сыграю ладья С1, и там как-то он закрутится взятием на Ф8. Ну и решил просто забрать на Д7, и все проблемы белых остаются. Король Д1 сыграл соперник, ладья Ф8, конечно, и конь Б3, защищая поле С1. Здесь явно у черных был приятный выбор, может быть нужно было подумать о ходе А4, либо взять на Б4, но я решил забрать на Б2, имея в виду в дальнейшем ход ладья Б1, или же просто взятие на А2, оттого и гляди, пешка проскочит в ферзи по линии А. Ну соперник сыграл конь С5, и тут пришлось призадуматься, видимо лучше всего было в этой позиции просто побить на Б4. Я этот ход видел, то есть таким образом мы возобновляем угрозу ладья Б1, то есть если например забрать на А6, то тогда ладья Б1, король Е2, ладья Б1, но что-то мне оказалось тут маловато. Все-таки с чисто материальной точки зрения тут у нас равенство, то есть две фигуры за ферзя, но все-таки у черных фигуры довольно слабенькие, буквально каждая фигура их слабее соответствующей моей фигуры, то есть конь на краю доски, слон плохой, а ладьи здесь конечно пиратствуют, но не пошел я сюда, хотя стоило и сделал ход ладья Б1. Ну и в этой ситуации соперник не был готов отдать ладью на А1, поэтому сыграл слон С1, и в этой позиции стоило сыграть черным слон Б5, имея в виду подключение слона, ну да, то есть забрать на С5 и дальше слона 4, но и самое главное, что на король С2 следует ладья бьет Б4, то есть у ладьи здесь находятся поля, дальше можем забрать на этом поле, и конь совсем тут уже подвиснет. Ну в принципе можно его и сейчас забрать, потом забрать слоном или ладью и продолжить атаку на белого короля. Ну черные здесь сплоховали, они побили АБ, и в этой позиции я уже видел, что был ход король С2, но надеялся на король С2 в его исполнении, а он так не пошел, забрать на С5. То есть идея в чем? В том, что если он заберет на Б1, то дальше в принципе можно дать вот такой шаг, потом крутнуться через поле Е4, получается, что сейчас ферзь под ударом, потом коня на Д3 поставить, в общем там что-то интересное это было. В блиц, конечно, играть такие позиции одно удовольствие. Но тут-то дело в том, что белые могут не брать на Б1, а забрать на С5, уничтожая вот этого сильного коня, ну а дальше вот ладья просто в западню попадает, то есть на А1, дальше король Б2 и приплыли. Поэтому забираем, ладья С1, ладья С5, король Б1, ну конечно в такой ситуации размен ладей явно на руку белым, поэтому пришлось бы, видимо, играть слон С4, и получалась совершенно неясная позиция. У черных два слона, и получаются две пешки за ферзя. Но при поддержке ладьи, которая может где-то тут уже атаковать пешку А2, где-то Б3, тут тоже ход ладья Б5, все это выглядит довольно перспективно для черных, ну я так посмотрел, позиция для белых здесь немножечко лучше. Ну конечно это намного лучше, чем то, что случилось в партии. А в партии у нас было Ф5, то есть соперник не заметил, или может быть не поверил в этот ход король С2, пошел в контратаку вот таким вот образом. Но эта контратака обречена на неудачу. Вся причина в том же слоне, который контролирует поле Ф1. То есть тут сдвоиться и где-то дать мат не получится у белых. Поэтому на ходы в 5 просто забираем на С5, далее ДЦ ладья бьет С5, ну и тут слон на С1 связан-перевязан, король Д2 сыграли белые, ну и дальше еще и ладья А1. То есть эта ладья продолжает свой такой вот путь, по чуть-чуть она захватывает пространство и пешку атакует. Ну дальше забрал на Е6, ладья А2, король Д1. Но в этой ситуации черным надо было все-таки забрать пешку на Е6 и сохранить все свои угрозы. Действительно картинная позиция. Давайте еще раз посчитаем. Получается у нас ладья слон и уже целых три пешки за ферзя. Ну а если учесть необустроенное положение белого короля, то у черных здесь уже подавляющее положение. Но все-таки слон Е2 сыграли черные. То есть я видел конкретный вариант, который давал мне материальное преимущество. Но после хода ферзи Е2 почему-то я не забрал на С1. То есть конечно просто можно было забрать с шахом, потом взять вот тут. Пешка Е абсолютно никакой опасности не составляет. Ну и черные остаются с лишним слоном и побеждают. По времени в принципе была ситуация довольно благоприятная. Чуть-чуть меньше чем у соперника. Ну где-то по минутке, где-то может быть секунд 50, а у него минута. В общем успел бы реализовать. Но забрал на Е2 и дальше еще и соперник тут с шахом забрал. Но все равно после взятия на Ф7 и король Е2 у меня две проходные, правда разрозненные. Ну пришлось демонстрировать технику ладья С2, король Ф3, далее Б3, слон Е3. Белым еще пару темпов надо потратить, чтобы подразвиться. Б2, далее ладья Б1. И здесь я понимал, что он хочет поставить слона на Д4. Поэтому поставил своего слона не на А3. Хотя, наверное, можно было. Слон А3 нет, слон Д4, там ладья С1 и дальше пришлось бы брать ладью. Но все-таки качество, хотелось фигуру получить. Ну слон Е5, наверное, самый четкий ход. Х4 соперник ничего не может сделать своим королем. Он просто не имеет хороших ходов. Король Е6, ну и тут мой король с помощью вот этого темпового хода Д4 перебазируется на Д5. Ну тут ход Д3 был лучше, но опять же, вот так вот выдвигать пешку не очень хочется. Король Д5, более четкий такой планомерный ход. На Ж5 еще на черных полях зафиксировал. Слон Е1, тут уже можно было, конечно, сыграть ладья С1. Но слон Д6, то есть слон переводится на А3. Ладья С1, ну соперник с горя забрал еще на Б2. Слон Ж3 и не дожидаясь ответа черных, белые сдались. Вот такая довольно интересная партия в лондонской системе. Черные пожертвовали своего ферзя на С2. Ну такое смело интересное решение. И соперник в итоге просто был шокирован вот этим решением и не смог оказать достойного сопротивления. Хотя один момент у него для этого имелся. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Вот так, может быть, какие-то партии у меня иногда будут возникать хорошие, интересные. Я буду их так оффлайн комментировать. Потому что действительно, когда играешь, то сильным соперником. То и реализовывать замыслы, и пояснять их очень трудно. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Хотя я почему-то думаю, что большинство тех, которые смотрят этот ролик, уже давно на него подписаны. Но тем не менее, для порядка скажу. Ну и пишите свои комментарии, как вам такой формат. В принципе, когда-то я такие партии уже комментировал с вами оффлайн. Но вот новая, хорошо забытое, старая. Ну и до свидания.